Часто компании делают такую ошибку, что они держатся из последних сил за эти цены, они держатся, 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 и потом уже резко хряси повысили и получают падение продаж. Клиенты чувствительны к разовым скачкам цен, всегда. Поэтому, когда мы работаем с ценами, нужно принять во внимание несколько моментов. Вопрос. Есть один сильный конкурент в городе, он поднял средний чек на 24% больше полугода назад. Я упустил этот момент, он сильно подрос за это время. Зарплаты у них ниже, а цены выше. Они открыли зал в два раза больше и красивее рядом с нами. И попытались договориться с нашим арендодателем, чтобы он выгнал нас и пустил их. Очевидно, что нужно корректировать цену и зарплату. Зарплаты проблем нет. Сотрудники все поняли, поддержали без вопросов, изменения небольшие. Но 24% в цене это довольно много. И в один этап делать страшно. Многие клиенты будут возмущаться, с другой стороны нужно делать быстро и конкурентов больше нет. Как лучше поступить. Хочется изменить цены в два этапа, но времени мало. А две новости о повышении цен за два месяца могут вызвать еще больше напряжения. Смотрите, да. Плохо, что момент упустили. Тем не менее, ваш бизнес работает. И клиенты ходят на ваши роли-дромы, хотя у вас цены выше. Вообще, в отношении изменения цен, вы абсолютно правы. Клиенты чувствительны к разовым скачкам цен. Всегда. Поэтому, когда мы работаем с ценами, нужно принять во внимание несколько моментов. Первый момент. Это то, что у вас в компании должен быть кто-то, кто отвечает за то, чтобы мониторить цены, контролировать. Потому что в конечном итоге стоимость материалов меняется, постоянно растут расходы и так далее. Поэтому вообще, я хочу, чтобы вы понимали, в бизнесе это должно быть постоянной функцией. Функцией постоянно, постепенно, потихоньку корректировать цены. Это просто постоянная функция. Ее надо кому-то поручить, чтобы кто-то следил за ценами конкурентов, за тем, что происходит на рынке и так далее. За себестоимость в конечном итоге. Это один момент. Второй момент. Вы правы. Резко повышать цены – это плохая карма. Потребитель на это плохо реагирует. Но здесь есть такие хитрости, например, когда вы при наличии… Я не знаю, есть ли у вас какой-то ассортимент услуг. Может быть, это одна моноуслуга, и тогда это сложно. Но если у вас есть ассортимент услуг, и особенно если есть большой ассортимент услуг, то имеет смысл повышать цены последовательно, поднимая их на разные услуги. Цены на какие-то услуги ваши клиенты очень хорошо помнят. Они прямо держат на этом внимание. А, возможно, какие-то для них они их даже и не чувствуют. И вот на те, которые не чувствуют, вы можете повышать. Это вообще не является проблемой. Что делать с ценами, за которыми ваши клиенты следят? То есть они приходят, там, не знаю, покупают билет, или там берут аренду, или там что-то еще делают, и они помнят эту цену. Когда вы объявляете повышение цен, но в этот, например, повышение у нас повышение цен там с первого числа следующего месяца, через месяц у нас повышение цен. Но для вас, дорогие клиенты, мы вам сейчас даем скидку на этот месяц. То есть фактически они платят те же самые деньги, но при этом понимая, что они покупают со скидкой от этой новой цены, они привыкают к этой новой цене. И, конечно, повышать цены на 24% это немножко страшновато. Я бы постарался этот процесс растянуть. Я бы постарался растянуть на какое-то время, на пару этапов. Но, возможно, вот этот вот фокус с повышением цены, отложенным повышением цены и скидкой на какое-то время, он может для вас сыграть какую-то положительную роль. То есть посмотрите, то есть может быть разный, цену повысить, но давать разные скидки в зависимости от пакета, в зависимости от того, покупает ли он там один билет, или он покупает несколько, или есть какой-то семейный пакет для того, чтобы вот этот момент вот нивелировать. Но цены точно нужно повышать, потому что стратегически часто компании делают такую ошибку, что они держатся из последних сил за эти цены, они держатся, 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 и потом уже, когда уже совсем держаться больше нету сил, как говорится, резко хрясь и повысили, и получают падение продаж. Попробуйте вот таким образом с этим справиться, может быть вам это поможет. Но а в будущем просто назначьте кого-то, кто за это отвечает, заранее планируйте повышение цены, заранее устраивайте какие-то акции, какие-то скидки, заранее объявляйте и тогда, но при этом все время держите внимание на том, что у вас цены все время должны расти, потому что, к сожалению, наши расходы все время растут. Я не думаю, что это для вас будет проблемой, потому что ваши конкуренты уже гораздо дороже. Почему бы и нет? То есть вполне возможно, что ваш потребитель легко перенесет это повышение, и вы, собственно говоря, зря об этом очень сильно беспокоитесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!